Всем привет! Меня зовут Софа, я очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела бы снять видео о начинании новых раскрасок. На моем канале не было еще таких видео, это так называемый дебют. Итак, первая картинка будет в книжке «Заколдованный лес». Ко мне книжечка пришла немножко помятая, бракованная. Вот не знаю, что с ней делать. Есть такая приятная обложка, не хочется ее оборачивать в пленку. Вот, наверное, буду ремонтировать. Здесь мы будем раскрашивать нашей арт-компашкой вот такую вот иллюстрацию, посвященную нашему марафону ежемесячному. В октябре это у нас марафон, посвященный всему, что нас согревает. Вот, в данном случае это приятная компания и костер. Это, значит, «Заколдованный лес», новая книжка Ханны. Не последняя, но новая. И в моем случае тоже. Дальше. «Homes with Home» Терезы Гудридж. Я заказывала эту книжку в Майшоте, и она мне пришла, вот, наверное, где-то в августе это было. И что-то у меня такое произошло, что я на какой-то промежуток времени вообще забыла о существовании этой книги. И она у меня просто пылилась на полке. Вот она мне пришла, я ее полистала, порадовалась и убрала. И только вот сейчас, в октябре, когда у нас начался марафон, вот этот вот марафон уюта, я вспомнила о том, что у меня есть такая вот книжка, в которой просто от корки до корки, ну, максимально такие вот картинки подходящие. Здесь я выбрала, ну, пожалуй, одну из самых легких картинок, как мне показалось в этой книжке. Вот такого вот котика на кресле. И я хочу раскрасить его полностью карандашами, всю эту иллюстрацию. У меня есть такая не очень хорошая привычка. Наверное, я уже говорила об этом, то, что я крашу акварелью, а сверху прохожусь карандашами. И это не всегда уместно, не всегда красиво и не всегда получается. Но я ничего не могу с собой поделать. У меня это срабатывает на автомате, когда я сажусь работать с какой-нибудь иллюстрацией. Вот, и я хочу потихонечку уже от этого избавляться, потому что я понимаю, что это только ухудшает мои работы. В каких-то случаях, может быть, да, это необходимо, но не везде. Вот, и здесь я, как уже сказала, хочу попробовать раскрасить все полностью карандашами. Кстати, мне кажется, что художница сама красит гуашью. Тоже очень классно получается. Здесь вот. Вот, и третья картинка, которую я выбрала, Ботаникум. Здесь небольшая оговорка. Она у меня не новая, она у меня начатая, но я очень долго ломала голову над тем, что мне взять в третью иллюстрацию. Я вообще хотела снять видео только о двух начинаниях, но я очень сильно хотела раскрасить здесь одну картинку, и причем это было давно. Я уже на нее смотрю не знаю сколько. И я хочу раскрасить ее именно в октябре, поэтому я включила в список, в этот список Ботаникум. Ну, и, к слову, она у меня практически новая. Я здесь раскрасила всего одну иллюстрацию, если не считать бабочку и вот этого вот дракончика. Такой красивый он. Вот, и здесь я выбрала вот такую картинку. Это, наверное, вообще самая максимально осенняя иллюстрация в этой книжечке. Ну, да. Вот. Я думаю, что каждый уважающий себя колорист в октябре просто обязан раскрасить хотя бы одну тыкву. Вот, поэтому я... Вот, ну, мне очень хочется эту книжечку раскрасить. Мне кажется, может получиться очень-очень даже симпатично. Такие вот раскраски я выбрала себе. Давайте начинать. В общем, я начала уже с Ботаникума. И здесь я расчертила досочки. Немножко текстуру подрисовала, но я думаю, что это слишком. Вот здесь чуть-чуть меньше полосок сделаю. Вот, чтобы в воздухе не висело. Сделала еще такую черту. Вот здесь вот я что-то... Вот, как будто они стоят. Сзади них доски. Ну, возможно, какой-то гараж или сарай. Вот, что-то типа такого. Акварельная подложка, в принципе, здесь не нужна была. Но я решила добавить, чтобы была какая-то целостность. Ну, в принципе, можно было раскрасить карандашами. Так, я уже здесь... Так, грязный стол пошмар. В общем, вот так вот сделала фон. А здесь стол еще не доделала. Затемила его прям максимально. Это вот у меня доча постаралась. Помогла, можно сказать. Сейчас я рисую паутинку карандашиком. И обведу ее белой тушью. Я уже начала красить вторую картинку. Первую я закончила. Успешно приступила к заколдованному лесу. И начала, наконец-то, совместник. В прошлом месяце не получилось раскрасить вместе с нашей компанией колористов. В этом месяце, надеюсь, я успею до конца октября это сделать. Вот такой фон я сделала. И начала раскрашивать уже карандашами. Но здесь хочу тоже добавить вот на этой земле немножко карандашами тень или что-то такое. Вот. Я залила, значит, сначала все акварелью. И бумага себя повела просто кошмарно. Сейчас я вам поближе покажу, как это все выглядит. Ну, вот эта мандала мне вообще не нравится. Поэтому я, в принципе... В принципе... Ну, нет, я расстроена. Расстроена, на самом деле. Потому что ждала чего-то получше от бумаги. Насколько мне память не изменяет, в маскараде нет такой фигни. Вот. И самый прикол в том, что изначально, перед тем, как залить ту картинку, я попробовала здесь немножечко поакварелить. И, вы знаете, у меня ничего не протекло. Я обрадовалась. Видите, какой красивый переход, во-первых. Во-вторых, здесь было по-мокрому. И ничего не протекло. Здесь, конечно, у меня даже по-сухому не получилось ничего сделать. Все сразу начало просачиваться. Вот. Такая история. Ну, ладно уж. Как есть. Надеюсь, мне не приспичит. Вдруг раскрасить эту картинку. А в целом, здесь можно ее раскрасить. То есть, у нее есть все шансы еще быть раскрашенной. Что-то можно будет придумать. Вот. Но я знаю, конечно, что, наверное, половина из... Половина из-за того, что я думаю, что когда-то раскрашу, я не буду красить. Это, ну, ежу понятно. Особенно в книгах Ханны. Но все равно, все равно я, конечно, хотела бы, чтобы бумага была немножечко получше. У меня небольшое включение в процессе сейчас нахожусь. И хочу вам показать еще обратную сторону. Еще раз. Потому что я решила все-таки красить акварелью по большей степени. Сейчас я вам покажу. Так. У меня тут, конечно, дружеский беспорядок. Просто беспорядок, ладно. Так. Вот хотела вам показать вот этих вот пушистых зайцев. Такая мысль у меня промелькнула, когда я раскрашивала. Можно вот видеть. Я здесь пыталась изначально раскрасить карандашом. Потому что все стерла. Меня, короче, осенило, что мохнатые животные в раскрасках Ханны почему-то, как по моему мнению, смотрятся более симпатично. Если их... Ну, то есть, если не прорисовывать текстуру шерсти. Вот. Я не знаю почему. Но я реально попробовала раскрасить просто акварелью. Я просто акварелью красила. Здесь у меня два цвета. Всего лишь кадмий желтый и серый пейн. Все. На каждом из животных. Ну, не считая вот этого собак. Ты или кто? Я как собаку раскрасила. Ну, короче говоря, вот. Но его, кстати, я тоже раскрасила сепи и желтым. И, ну, еще добавила на него вот карандаш немножко. И, вы знаете, вот, кстати говоря, поверх аквареля карандаш ложится такими... Ну, то есть, он как бы как на акварельную бумагу ложится. То есть, вот эти вот проплешины, они как раз и дают такой, знаете, немножечко эффект чебурашки. Это я только что придумала. Вот. И поверх вот зайцев я не проходилась карандашом. Ну, только на ушах вот розового добавила. Мне кажется, смотрится классно. То есть, текстура шерсти, она как бы по сути уже есть, так как она прорисована самим художником. Вот. И поэтому смотрится очень даже, ну, симпатично. И, то есть, ничего добавлять как будто не надо. Вот. Ну, протекло, как бы протекло и протекло. Кстати, с ней очень сильно протекло именно вот зайца. Вот. Этот тип протек. Вот. Значит, сейчас я ее уже доделаю. И мы с вами приступим к третьей иллюстрации. Всем добрый день. У меня сейчас небольшое включение. Я начала третью иллюстрацию. Вот так это все выглядит. Мне очень понравилось раскрашивать здесь древесину. Прям вообще. И я использовала полихромосы. У меня тут несколько штук, которые я покупала отдельно. И вот такой вот наборчик у меня. Вот они все лежат. Для фона использовала два карандаша. Это будут фонеры. Очень красивые оттеночки. Мне почему-то захотелось чего-то такого нежного. Я хотела изначально лавандовым делать весь фон. Ну, то есть, стены. Но потом подумала, что это будет слишком скучно. И решила здесь сделать небольшой градиент. Не знаю, есть ли такие обои. Все-таки мне кажется, что это обои больше. Вот. Раскрасила вазочку. Мне кажется, очень красиво смотрится с сиреневыми стенами. Вот. И сейчас буду потихонечку-потихонечку продвигаться дальше. Вот. На данный момент пока что сижу. Думаю, каким будет пол. Ну что, мой челлендж потихоньку подходит к концу. Я готова поделиться с вами результатами готовых работ. Я очень довольна, что получилось в одном видео раскрасить три работы. Как-то все это организовать в начинании новых раскрасок. Давайте приступим. Первая книжечка у нас была «Ботаникум». И здесь у меня получилась вот такая вот картинка, которой я очень довольна. Мне нравится абсолютно все. Как получились тыковки. Вот это вот немножечко темноватая получилась. Ну, в принципе, вот в таком вот полумраке, что ли, она смотрится тоже неплохо. Вот такие вот свечки. Раскрашивала призмами. В основном термиант роуинг использовала на досках от сарая. Вот. А все остальное – это акварель. Но здесь ее не так много. Наверное, только на фоне. И вот здесь вот внизу на столе. Здесь полихром из еще использовала. Индик, который. Вот это вот… Сейчас скажу. Ново-бельгийская «Астра». Сзади я прочитала. Не очень похожа, конечно. Но она у нас такая импровизированная, в принципе, как и вся книжка. Может быть, не очень похожа, но в целом это она. И я ее раскрасила так, как она реально выглядит. Для цветков, кстати, я использовала металлический оттенок из набора «Металлик Берлинга». Очень красивый, вот такой фиолетовый. Он с шиммером, но, по-моему, на камере не очень видно. Мне нравится, как получилось. Вот. Вот эту вот паутинку я сначала прошлась тушью. Там видно внизу такая полупрозрачная как бы подложка. Сверху ввела уже белой гелевой ручкой. По-моему, вот когда поярче немножко, смотрится симпатичнее. Вот. Ну, и максимально кроющими призмами пыталась раскрасить вот эту вот мышь, чтобы перекрыть ее розовое туловище. Ну, не знаю. Была идея как-то это все замаскировать под кровь, но она слишком бледная была. Не хотелось портить. Вот вам не бросается в глаза то, что ее уже пытались до меня раскрасить. В общем, вот такая вот картинка у меня получилась. Мне кажется, получилась очень атмосферненько. Да, я как раз успела к Хэллоуину что-то такое эдакое раскрасить. Вот. Мрачные картинки, конечно, это не совсем мой стиль. Может быть, я еще плохо орудую темными оттенками, но, как другие раскрашивают в таких мрачных тонах, мне нравится. Вот. Это я и себя попробовала тоже в этом. Дальше у нас был заколдованный лес. Это совместник с нашей арт-кампашкой в инстаграме. На наш челлендж ежемесячный в октябре, как я уже говорила, был посвященный, скажем так, согреванию. Вот. Очень много, кстати, картинок в галерее с чашечками, кофе, чай, какао. Вот это вот все. Очень много милых котиков. Вот. Мы решили раскрасить вот такую вот чудную картинку. У нас у всех получились очень крутые картинки, разные абсолютно иллюстрации. Обязательно заходите в инстаграм и смотрите по хэштегу галерею. Получилось очень прикольно. Я раскрашивала здесь, как я уже говорила, на фоне у меня была акварель. Все остальное карандашами. Ну, еще вот этих мохнатых я раскрасила тоже акварелью. По-моему, получилось прикольно. С небольшой доработкой карандашами, только по таким вот теням. Вот. Костер обвела здесь тушью. Не хотела делать его больно сильно ярким, белым. Белой ручкой не стала обводить. Вот. Ввела тушью. Ну, вот такой вот получился. Не то рассвет, не то закат. Не хотела сделать прям ночь-полночь. Ну, получилось прикольно. Мне нравится такой фон. Первый раз я делала такое прям усыпанное звездами небо. И последняя картинка в краскраске Home Sweet Home. Здесь вот такая вот иллюстрация получилась максимально нежная, пастельная. Сейчас поближе покажу детальки. Мне на первый взгляд показалось, что я что-то где-то сделала неправильно. Тени где-то не так положила. Ну, потому что, на мой взгляд, как бы она оказалась бледной. Но сейчас я вижу, что, в принципе, здесь все очень хорошо. И я успела ее раскрасить на наш марафон. Очень хотелось не опоздать. Сегодня у нас уже 30 число. Вот. Я как раз сегодня ее выложила, кстати. Раскрасила вчера. Дизайн Терезы, в принципе, дается легко. Здесь я красила полихромосами. Они достаточно такие непростые карандаши. Может быть, из-за того, что у меня не так много опыт работы именно с ними, получилось бледноватенько. Просто не успела наложить нужные цвета, чтобы сделать тени. Но я не хотела здесь очень сильно затемнять, поэтому вот, может быть, мне кажется, что она бледноватая. Вот. Ну, а в целом, мне очень нравится, как получилось. Особенно древесина. Я уже говорила, мне прям вот я кайфанула максимально, ее раскрашивая. Вот. Вот такие вот результаты у меня в итоге моего так называемого челленджа. Я благодарю вас всех за то, что досмотрели это видео до конца. Желаю всем побольше вдохновения, продуктивного ноября. И до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok